Сегодня Вадим Красносельский провел рабочее совещание по наполнению будущего музейного квартала. Глава государства подчеркнул, впереди нас ждет важная дата, 80-летие победы в Великой Отечественной войне. И именно к этой дате музей должен начать свою работу. Великой Отечественной войне оставила глубокий след в истории и Приднестровья, и нашему народу в целом. И у нас много памяти данного периода времени, много артефактов, естественно. И, конечно же, мы должны создать условия для того, чтобы эта история не распорилась во времени, а осталась в народе. Это очень важно. Вадим Красносельский обратил внимание на одну из главных задач экспозиции – сохранение исторической правды. В музее запланировано 8 тематических выставочных залов. За каждым закреплен научный специалист. Центральное место будет занимать раздел, посвященный Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, что продумывать наполнение музея экспонатами нужно уже сейчас. Нам надо заняться проблемой артефактов, то есть и личных вещей ветеранов, и наград, и писем, и книг, и оружие в конечном итоге того периода времени именно Великой Отечественной войны. Это все также требует заблаговеренной работы, и этим надо заниматься уже, по большому счету, вчера, и сегодня, и завтра. Чтобы к моменту окончания строительных мероприятий мы могли все эти компоненты поместить в соответствующее помещение. В ходе дискуссии было отмечено, что одна из самых сложных задач – это создание диорамы, посвященной Яско-Кишиневской операции. Работа над ней рассчитана на несколько лет. Официальное открытие зала, посвященного периоду Великой Отечественной, запланировано на май 2025 года.